Доброго дня, друзья и уважаемые коллеги! Меня зовут Гусев Александр и я вам представляю очередной обзор на текущую неделю. И вначале я хочу напомнить, что с текущей недели Соединенные Штаты переходят на летнее время, а это значит, что вся статистика будет выходить на час раньше, и соответственно открытие американской биржи будет происходить не в 17.30, а в 16.30. А теперь переходим к обзору макро статистики. В понедельник 15.30 базовый индекс розничных продаж и объем розничных продаж в Соединенные Штаты. В 15.30 вторника базовый индекс потребительских цен тоже США. В среду в 15.30 много статистики по Соединенным Штатам Америки, самое главное из них это базовые заказы на товары длительного пользования и индекс цен производителей. А в 17.30 среды запасы нефти. В четверг в 17.00 продажа нового жилья США. А в 17.00 пятница число открытых вакансий на рынке труда. Из корпоративных событий на этой неделе у нас много отчетностей и все по МСВО за 2018 год. Таким образом в понедельник отчитается Полиметалл, во вторник Ростелеком ТГК-1, а также ЮниПро, в четверг РусГидро, а в пятницу Алроса. Также в пятницу Магнит опубликует аудированный результат по МСВО за 2018 год. А теперь переходим к графикам. Итак, Сбербанк всю прошлую неделю провел у нас в боковике. На этой неделе я хотел бы найти выход из этого боковика. Меня интересует верхняя граница 209.85 и нижняя 202.25. Или то или другое хотел бы взять на пробой. По Северстале меня интересует лой на цене 1019. Здесь я буду ждать пробой. По паре доллар-рубль образовался уровень на цене 65.16. Если к этому уровню подойдем, то я буду искать там пробой. А в окончании ролика я попрошу вас обратить внимание на расписание мероприятий на АЛАП ТВ на текущую неделю. Заходите на мастер-классы, задавайте свои вопросы, не опаздывайте на групповые курсы. А я желаю вам зеленок и, как всегда, рекордов. С вами был Гусев Александр. Увидимся на следующей неделе. Всем пока!